Здравствуйте, Илья Львович. В настоящее время в Исакогорском районном суде Архангельска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении известного правозащитника Сергея Евгеньевича Махнаткина. Сегодня, насколько известно, стороной защиты было заявлено ходатайство об участии в судебном заседании журналистов и слушателей. Расскажите, пожалуйста, как суд отреагировал на вашу просьбу? Да, сначала подоплеку. В предыдущих судебных заседаниях данный суд счел, что на основании, то есть мы такое уже ходатайство заявляли, что необходимо допустить публику, так как у нас публичное и открытое судебное заседание, мы заявили соответствующее ходатайство, потому что Сергей Евгеньевич правозащитник известный, он публичная личность. Ну и вообще любой судебный процесс неординарный, где не признается вина, где есть основания для оправдания, он имеет в любом случае общественный интерес, даже если бы это был не Сергей Евгеньевич. Сергей же Евгеньевич Махнаткин, это вообще знамя правозащитное становится и, конечно же, это вызывает общественный интерес. Но не могут приехать люди, так как непонятные меры применяются по всей России с судами. Я назвал это ковидное забвение, что пора выходить из ковидного забвения, пора уже как-то выходить на легитимные рельсы. И вот в прошлом судебном заседании мы заявляли ходатайство о допуске и нам запретили. То есть суд сказал, что одного журналиста, одного, правда, журналиста он допустил и сказал, что только одного, а остальных, значит, я не допускаю. С таким решением мы не могли согласиться. И стали анализировать, наша команда адвокатов стала анализировать законодательство, на которое сослался, нормативно-правовые акты, вернее, на которое сослался суд. И выяснилось, что нет законных оснований для недопуска публики. То есть это вообще не основано на законе. То есть мы тут сначала думали, что это пропорциональность здесь задействована. То есть там есть трехступенчатый тест в ЕСПЧ. И вот полагали, что имеется несоразмерность. Так как во всех учреждениях Архангельской области, в кинотеатрах, в торговых залах, в столовых присутствие публики возможно с санитарно-эпидемиологическими требованиями в виде масок, а в суде нельзя. То есть это не пропорциональность. То есть мы так думали сначала изначально, но когда мы ознакомились с законодательными положениями, выяснилось, что вообще это требование, это ограничение, вернее, не основано на законе. Ни указ губернатора Архангельской области этого не предусматривает. Не соответствующие положения федерального закона. Нет таких положений федерального закона. А как известно, в соответствии с нашей Конституцией только на основании федерального закона такие ограничения могут быть. Чрезвычайное положение Российской Федерации не выводилось, как и другими европейскими странами. Соответственно, должно все действовать, как и до ковидного периода времени. Кстати говоря, и действует. Ну то есть было какое-то, конечно, было время непонятия. Было время, когда мы все вынуждены были уйти на изоляцию, на такую жесткую изоляцию. И какое-то время это поддерживали и соглашались с этим. Но как более или менее ситуация становилась понятнее, яснее, что этим, значит, коронавирусу можно препятствовать и путем измерения температуры на входе в суд. Да, то есть, чтобы маски были и соответствующую социальную дистанцию выдерживать, то это сам главный государственный врач Российской Федерации, Всемирная Организация Здравоохранения. То есть приняли, что этих мер достаточно. И поэтому доступ в суды, ну вот, когда, так скажем, из ковидной паники вышли, то, соответственно, доступ в суды опять был возобновлен. В Верховном суде он возобновлен, личный прием там возобновлен. А почему-то суды, ну не все, ну вот буквально, прокурор возражал, говорила, что наше ходатайство не основано на законе, хотя сама не могла привести норму закона и сказать, что же в нашем анализе не соответствует закону. Ну, она не смогла назвать, ну, как всегда, незаконно, необоснованно. Карина Акоповна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в судебном заседании суд рассмотрел ходатайство стороны защиты о допуске слушателей в судебное заседание. Скажите, пожалуйста, почему важно, чтобы в этом судебном процессе были слушатели? Я хочу подчеркнуть, что это очередное ходатайство защиты. Мы подавали несколько таких ходатайств. Мы письменно мотивировали, что недопустимо фактическое закрытое слушание дела, да еще и по такому значимому делу, как дело Мохнаткина, потому что Сергей Евгеньевич Мохнаткин сам был публичным человеком. Он всегда требовал, чтобы публика в зал допускалась, всегда, когда рассматривали его дела, и добивался этого. Это ведь предусмотрено законом. Мы понимаем, что сегодня обстановка, связанная с заболеваемостью, с пандемией, с тем, что власти с 2020 года, с самого начала года старались уменьшить распространение инфекции. Но все документы, на которые ссылаются обвинения, и до этого ссылался суд, это все-таки документы прошлого года, начала 2020 года. Мы живем в 21-м году, 21-го века, никто не отменял обязательности такого критерия справедливого судебного разбирательства, как публичность. И если есть ограничения, они должны быть только прямо предусмотрены законом. Закона нет, во всех публичных местах уже так или иначе открыт доступ людей, и именно в судах соблюдается этот принцип недопуска публики в здание судов. Это абсолютно неправильно. Суды, наоборот, первыми должны были открыть свои двери, конечно же, с соблюдением всех необходимых предосторожностей. Но вот именно это дело, дело, которое привлекает к себе такое внимание, и это дело не просто правозащитники, которого преследовали и на свободе, и в заключении. Это дело правозащитника, который претерпел бесчеловечное, жестокое обращение, был подвергнут множеством избиений. В частности, как минимум мы считаем, два из них закончили повреждениями позвоночника. И это в конечном счете привело к его гибели. И вот сегодня, когда мы судим фактически его посмертно, потому что семья не согласна, и друзья его не согласны, чтобы дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, сегодня публика в зале нужна, и доводы сторон, аргументы сторон должны быть заслушаны в публичном судебном разбирательстве, для того, чтобы суд ощущал вот это внимание общества, и для того, чтобы суд ответственно относился к тому моменту, когда есть противоречия в обвинении, когда есть явные нарушения, а прокуратура на них не реагировала ранее. И сейчас в судебном заседании вы тоже могли видеть, что обвинение не стремится к установлению подлинных, действительных обстоятельств дел. Мы сегодня просили приобщить экспертизу, которая подвергает серьезнейшей критике заключения экспертизы номер 400, и прокурор возражает. Но вы не услышите в этих возражениях ссылки на закон. И когда прокурор говорит о том, что суд оценит, то как же суд будет оценивать, если сопоставлять, если прокурор возражает против приобщения к делу важнейшего документа? Критически оценивающие заключения экспертизы, назначенные следствием. Вот это все, каждодневный такой труд, состязание. Мы говорим о том, что процесс должен быть состязательным. И публика, в том-то и есть воспитательная роль суда, что публика в зале имеет право сама слышать, оценивать не только по таким общественно значимым делам, как делал Мохнаткина. Но в принципе это абсолютно незыблемый принцип правосудия. Без этого не бывает справедливого судебного разбирательства. Нет публичности. Значит, разбирательство не отвечает самым базовым фундаментальным критерием права на справедливое судебное разбирательство. Так что то, что завтра хотя бы три слушателя появятся в деле, это уже много, это уже хорошо, но этого недостаточно. И я думаю, что если мы увидим, как эти три человека в огромном зале, это вовсе не предел. И хотя бы на предние сторон, хотя бы на заключение, на заключительную часть судебного разбирательства, я надеюсь, суд все-таки допустит публику. Потому что если три человека пропустят, а четвертый, пятый и последующий не смогут зайти в здание суда, то это будет продолжением нарушения гласности процесса и публичности судебного разбирательства. Спасибо.